Здравствуйте, друзья! Пятый генерал из ближнего округа Шойгу отправился за решетку. Генерал Дмитрий Булгаков отвечал за материально-техническое снабжение. Этого посадили, этого посадили, этого посадили, этого посадили. Это за границу сбежало, чтобы ее не посадили. А вот на этих двоих выписали международный ордер. Все по плану идет у пацанов, все по плану. План такой, всем тюрьма. Башкортостан. Сытые откормленные чиновники отправляют на войну замученного работягу. Вся суть путинского режима в одной фотографии. Чиновникам ожирение, работягам война. Глава Дагестана Меликов спрашивает у подчиненных. Вы зачем главврача на СВО отправили? Он что, денег кому-то должен? Или кровью смывает грехи? Ни хер ты ничего не делаешь, блядь, глубоко уважаемый мне, товарищ глава, блядь. Здраво. А вы что, глава Бабаюртовского района, мне расскажете про эту историю? Кто у вас там главный врач? Вашей центральной районной больнице. Чей родственник? Главврач находится СВО. Не, ладно, хорошо, главврач в СВО. Че он туда поехал, в СВО? Кровью, блядь, грехи смывать, что ли, по такой задолженности? Или че он туда поехал, блядь? А че вы туда его отпустили, в СВО? Че вы его туда отпустили, в это СВО? Причина СВО. Смывать грехи кровью. И списывает просроченные кредиты. О, жители оккупированного Мариуполя, которые радовались приходу России и голосовали за Путина, спрашивают, Владимир, а где наши квартиры, которые ты нам обещал? Игорь Путин, мы голосовали дружно весь Мариуполь за вас, а теперь вы почему-то про нас забыли. Добро пожаловать в клуб, родненькие. Вы эти новенькие, да? Еще краска в паспортах, наверное, высохнуть не успела. Ну, проходите, присаживайтесь. Это Россия. Нас лишили квартир, которые были построены за наших средств. Правильно, правильно? Правильно. Мы хотим, чтобы вы приехали в Мариуполь и разобрались с нашим руководством здесь, с Эливеровым Мариупольским. А, Путин, получается, не виноват, да? Не обманул. Он просто не разобрался. И чтобы все жители, которые потеряли свое жилье во время сва, своб получили. Потому что мы все жители уже граждане России. Граждане России возмущаются тем, что с ними поступили чисто по-российски. Пообещали, обманули и кинули. Как-то не патриотично это, возмущаться на скрипы. И вот из-за постановлений нечеловеческих руководителей ДНР на сегодняшний момент мы остались бомжиками. Вы остались бомжами? А прикол знаете? Вся Россия каждый регион на восстановление Мариуполя деньги перечислял. Им говорили, денег надо дать, чтобы вы бомжами не стали. О как! Специально для банта «Россиянина» город Полевской и Саратовской области. Вот такая вот красота по всему городу. Какой замок! Обалденный! Да! Жители Белгородской области, которым пришлось эвакуироваться, просят Гладкова защитить дома от мародеров. Олеся Уварова. Просим обеспечить сохранность и мощность поселок Красного и населось мордерство. Уважаемая Олеся! Уважаемая Олеся! Тут люди мимо масла в магазине. Не могут пройти, чтобы не украсть. А вы хотите, чтобы они прошли мимо блестящей стиральной машинки? Встречался вчера в Министерстве обороны. Получил всемирную поддержку. Будет усиливать работу в этом направлении. В первую часть по 14 населенным пунктам. Проблема понятна. Все работают. Надо еще только немножечко потерпеть. Как-то это заблокировать, чтобы не писала вот это вот. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе. И вот такую подушку. И еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Вдова с ребенком улыбается на фоне плаката, где погибшего мужа нарисовали героям. Видимо, радуется, что дочку теперь придется одной – самой воспитать. Война в Украине. А кто его так развязал в Украине? Кто? Наш президент. А для чего? У него что, комплекс неполноценности? Он хоть быть наполеоном, на старость или это разведет? Ничего не получится с Украиной. Правильный ордер, международный ордер, выписан на Путина. Правильный сделали. Потому что людей много будет. Поэтому ударом так и не пройдет. Сколько можно повторять. Не было войны. Если будет война, ядер никого не будет, если повторять. Это глупость очень. Вам не страшно об этом говорить? Это посадят индивиду. Типичный финал поездки за легкими и большими деньгами. Первый зайду, первый штурману, первый отдохну. Слышу стрельбу из огнестрела в мою сторону. Закат. Слышу птицу. Наша птица. Нет, нет, не наша. Прямо надо мной стоит. Бегает на ней. Сбросила что-то. Птица не наша. Но все, что сбросила, все твое. Пресекретарь. Жалуется, что россиян с каждым годом становится меньше и меньше. Мы с вами, как Россия, каждый год нас становится меньше. Мы живем в самой большой стране мира. А нас каждый год становится меньше. А справиться это можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости. Он у нас сейчас находится на страшно низком уровне. 1,4. Это катастрофически для будущего нации. Катастрофически мало. Ты говоришь, что людей с каждым годом становится меньше и меньше. А ты в Анапу хоть раз отдыхать ездил? Друзья, на календаре у нас 25 июля 2024 год. Мы с вами смотрим на отдых людей на пляже Малая бухта. В Малой бухте санатория Высокий берег. Пляж называется Высокий берег. Короче, я спасибо хочу сказать всем, кто приехал, выбрал отдых у нас. Потому что то, что я вижу, это просто восхитительно. То есть в море творится то же самое. Мне интересно, если бы все люди вышли из моря, что бы было? Тут дальше, на второй части этого пляжа. Тут как полумесяц там бухта, да? По-моему, людей еще больше даже. Фантастика. Вот сами смотрите, сколько много людей в море находится. Эта картинка прям для тех, кто не любит много людей. Ну прям, наверное, страх будет. Красота. Красота. Да. Вот такая большая страна, кроме Анапы и Геленджика, покупаться вообще негде.